Добрый день, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас сегодня в сценарии где-то Московского государственного юридического... Пардон. Вот видите, сразу же ошибка. Что отличает нас, ведущих этой церемонии, от прекрасных ораторов, которые представлены командой? Мы имеем право на ошибку, в то время как они не имеют. Я поэтому начну снова. Мы рады вас приветствовать сегодня в стенах юридического факультета Московского государственного университета. Когда все трудно уже позади, и осталась только самая приятная часть — получить подарки, памятные призы. И для аудиторию, и для самих команд узнать победителя. Церемония проведет в следующем порядке. Сначала будут вручены дипломы, памятные призы всем шиннадцати командам, которые вышли в устные раунды конкурса. Далее, в этом году у нас есть семь номинаций, начиная от использования правых позиций в консенсионном суде, заканчивая лучшими выступающими и приведет вручение наград в этих номинациях. И, наконец, конечно же, в конце, как это обычно бывает, мы объявим команды финалисты и команду победителей. И вручим им, соответственно, то, что они заслужили. То есть, хрустальных видов. Но прежде чем перейти к этой части, мы хотим отметить и поблагодарить тех, без кого бы конкурс не состоялся — это партнеров и спонсоров. Среди них — Федеральная палата адвокатов и Ассоциации юристов России. Юридическая компания «Каменская и партнеры». Адвокатское бюро «Егоров-Пукинский, Афанасий и партнеры». Юридическая фирма «ФБК-Право». Ницинская комиссия Совета Европы. Посольство Канады в России. Представитель Европейского Союза. И бессменный администратор, организатор конкурса «Истетут правой публичной политики». На этом наши благодарности не заканчиваются. И мы бы также хотели бы поблагодарить НГУ имени Омоносова, не юридического. За то, что уже второй год подряд мы провели конкурс на базе юридического факультета. И это просто замечательное событие, которому мы очень рады. И, как говорится, самые последние, но не самые, но все еще также важные – это волонтеры, которые помогали нам организовывать конкурсы. Секретаристы судебных заседаний и все те, кто сделали эти три дня жизнью. Спасибо большое. Перед тем, как перейти уже к самой церемонии награждения, мы бы хотели сказать, что мы очень рады, что этот конкурс проходит. И как мы просто бы хотели вернуться, я бы хотела вернуться к тому, что говорил Григорий Вайпан в начале этого конкурса. Мы сейчас, мне кажется, он говорил, что наверняка в этом зале, когда мы собрали всех участников, сидят будущие судьи конституционного суда, будущие государственные деятели. Мне кажется, что после финального раунда у нас вообще нет сомнений в этом. И мы будем рады видеть не только в следующем году новых участников, тех же участников, тех же университетов, но и я уверена, что на протяжении многих-многих лет мы будем с вами работать, видеться в разных местах, обстановках и функциях. Мне кажется, что благодарность организаторам, благодарность партнерам, благодарность волонтерам особое значение имеет в том смысле, что конкурс сам по себе растет. И он требует, его администрация требует больших усилий администрирования этих конкурсов. И количество волонтеров должно увеличиться, и усилия, которые предлагают судьи полуфинальных раунд, четвертьфинальных раундов, финальных раундов, конечно, не сопоставимы с теми, которые надо было предлагать, когда речь шла о всего лишь четырех командах. Конкурс растет. С шестого конкурса представительства команд, которые выступали в усыных раундах, расширилось до 16. В целом в конкурсе для участия было администрировано 42 команды из 26 регионов, и 35 из них прислали в письменные работы. Как уже упоминалось, за 7 лет конкурс охватил 98 университетов России, в его работе приняли участие 53 специалистов по конституционным праву, которые становились судьями и членами жюрифинала. То есть конкурс развивает не только студентов, он развивает еще и профессионалов. Не будем вас больше томить цифрами, я командам часто в предварительных раундах говорю, говорите слова, а не цифры. Поэтому и мы тоже будем говорить теперь слова. И назовем 16 команд, которые участвовали в усыных раундах. И в том порядке, который мы будем их называть, мы просим одного представителя от каждой команды подняться на сцену. Санкт-Петербургский филиал, Национальный институтский университет, Высшая школа экономики. Сибирский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства, государственная служба при президенте Российской Федерации. Южный федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет. Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства, государственная служба при президенте Российской Федерации. Волковьянский институт, Московский государственный университет, юридический университет имени Кутаффина. Что показательно, Максим сделал Максим в книге МГУА. Да, сделал ошибку, произнося МГУ, и в нем она самая, выпускница МГУ, подместка, сделал ошибку, произнося название филиала МГУА, лучшего МГУА. Один-один. Один-один, да. Сибирский федеральный университет. Тюменский государственный университет. Финанский университет при правительстве Российской Федерации. Казанский приборский федеральный университет. Чеченский государственный университет. Национальный истетический университет, высшая школа экономики. Сейчас я перейду, я назову четыре команды, которые вышли в полуфинам этого конкурса. Это Балтийский федеральный университет, федеральный университет, Сейчас представителям команд будут вручены памятные подарки и дипломы. Для вручения памятных подарков и дипломов мы приглашаем на сцену Ольгу Михайловну Балуеву, советнику полномочного представителя России в Балунской ансамблее, и Алексея Вячеславовича Толжикова, доцента Санкт-Петербургского государственного университета. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, прежде всего, уважаемые участники. Простите, что мы к вам немножко спиной. Вы можете так, наверное, сделать шапку в сторону, чтобы не чувствовать себя отделенными вниманием. Вы знаете, это огромная честь сегодня. И непредаваемые ощущения стоять в качестве человека, который, скажем так, вручает подарки вам, потому что когда-то и я, и вот мои коллеги, мы стояли у истоков этого мероприятия. И тогда нам это казалось чем-то фантастическим совершенно, а вот сегодня вы стоите здесь и доказываете, что все это было не зря. Затеяно, не зря была придумана эта хрустальная эфемида. И сегодня, с точки зрения Балунского процесса, поскольку все-таки нельзя избежать официальных вещей, выступая здесь по поручению представителя Российской Федерации, который работает в составе Балунской ассамблеи, представляя нашу страну в Балунском процессе, то есть среди делегаций 48 стран, необходимо сказать, что институт оказался как нельзя, институт правой публичной политики, оказался как нельзя более чутким к требованиям Балунского процесса, даже тогда, когда университеты сами, которые должны были бы его двигать с 2003 года, еще были не совсем готовы внедрять студентоориентированный подход, развивать новые методы преподавания и обучения и готовить будущих выпускников не только к конкретной профессии, а давать им те навыки, те компетенции, как сейчас принято говорить в терминологии, которые необходимы для нахождения своего дальнейшего жизненного пути, вне зависимости от того, станете ли вы сугубо прикладным, скажем так, юристом-практикующим, или вы найдете себя где-то в другой сфере. И вот такого рода конкурсы – это как раз тот инструмент методологический, который позволяет нам, позволяет вам надеяться на то, что и ораторское мастерство, и ваше мастерство в составлении письменных юридических документов, и вообще вот такой опыт соревновательный, профессионально соревновательный – это как раз то, что и закладывалось в идеях болонского процесса. И вы знаете, студенты сегодня, вот как бы тот аспект, который, скажем так, встает на первый план, то, что вы главные, те, кто учитесь, не те, кто вас учит, потому что, к примеру, в следующей конференции министров, которая состоится в рамках болонского процесса в Париже в мае 2018 года, официально в делегацию каждой страны должен быть включен один представитель студенческого сообщества. То есть голос студентов слышат, постепенно мнение учитывается, и именно вот такого рода конкурсы, именно вот это, скажем, приближение к реальности, оно позволяет выявить тех активистов, выявить тех людей вдохновленных, которые готовы развивать и юридическую науку, и практику, и, возможно, и образование, юридическое и образование в целом в Российской Федерации. Скажу лишь то, что действительно, вот Ольга, на самом деле, она так скромна, но именно она разрабатывала дизайн основного приза, кроме самой концепции, которую по поводу конкурса мы долго думали, как это сделать. Действительно, столько лет конкурс живет, участники, дренеры, представители вузов, компаний, которые помогают этому конкурсу осуществиться. Но я также бы хотел продолжить мысль Ольги о том, что действительно те качества, которые Вы здесь показали, они потребуются Вам в нашей профессии, в профессии юриста. Иногда некоторые ораторы, вот вчера, позавчера, в полифинальных, четвертьфинальных правах, да и сегодня, поражали не только знания, может быть, кондиционного права, практики судов, но именно какими-то умениями, которые важны для юриста и делу каждого человека юриста. Спасибо. Там так много подарков, что сам процесс вынесения этих подарков продолжительный очень и затруднительный. Здравствуйте. Ваши аплодисменты. Подарки это всегда приятно. Я напомню, что участникам получаются подарки, это книги и брошюры, а также дипломы, которые подтверждают, что они принимают участие в очных раундах конкурса. Мы потеряли 14-ю команду. Российский государственный университет правосудия. Мы думали, что ответственное решение заканчивается в целом Миракроме конкурса, но нет. Спасибо большое представителям команд. Я думаю, надо искупать инфляцию. И вы принесете все команды. Вы можете покинуть сцену и освободить ее для следующих участников. Но на этом, как бы такая общая, мне кажется, очень веселая и счастливая часть не заканчивается. То, что у каждой команды, ну и практически у каждой команды есть тренер. И тренер – это человек, который остается за кулисами, на самом деле нервничает не меньше, чем участники команды, а чаще еще и больше, чем участники команды. Потому что они сидят и ничего не могут сделать. Они все слышат, но ничего не могут. Это вот очень такое ужасно сложное ощущение. И мне кажется, что даже вот за это их нужно поблагодарить. И в любом случае, что мне очень нравится и приятно. Во-первых, я вижу те же самые лица уже второй год, когда я участвую в этом конкурсе. И это как бы еще даже самое лучшее. Самое лучшее то, что некоторые тренеры, которых мы видим сейчас, были раньше участниками. И они настолько увлеклись этим конкурсом, что они не просто остались, остались как тренеры, остались еще и как очень успешные тренеры. Вот. И на этой ноте я хочу закончить свою речь и вызвать папа Дмитриевича Бахина, советника студии Конституционного уста России, и Григория Викторовича Вайпена, руководителя студебной практики Института право-побличной политики, для получения призов премии, для поздравления тренеров. И я думаю, что тренеры команд, которые были названы, им тоже стоит подняться на сцену для получения этих дипломов. Чтобы мы все видели своих героев. АПЛОДИСМЕНТЫ Если позвоните, тогда мы начнем. У меня уже несколько слов у меня возможность сказать в адрес участников, слов общего характера, и также несколько слов общего характера в адрес тренеров. Общего, потому что я пока не знаю еще результатов финального раунда, как и большинство из нас, поэтому это будет обезличение пожеланий и слова благодарности. Дело в том, что я с удовольствием, с интересом наблюдал за тем, как ввели себя наставники команд. Мы обратили внимание сейчас с Григорием Викторовичем, что их так много, что, по-моему, даже их больше, чем количество команд. Это значит, что некоторых такая усиленная двойная поддержка наставническая. И я обратил внимание, поскольку нам удалось вчера и завчера судить большое число финальных раундов, обратил внимание, насколько трепетно, эмоционально, значит, наставники команд присутствовали, не просто присутствовали на этих раундах, а насколько они, значит, всячески поддерживали не только там, даже мимикой своей, которая очень была иногда такая яркая, выражала все эмоции, что у них сейчас на душе и гордость, и сомнения в некоторых моментах, но и кроме того, насколько они тщательно, зачастую, фиксировали, писали что-то в блокнотах, отмечали какие-то, видимо, слабые места. И, следовательно, это привело в том, что к полуфиналу, к финалу, и мы это отмечали в каждый последующий раунд, рост, налицо был рост уровня подготовки команд, и рост ораторского мастерства, и, соответственно, сегодня мы также увидели, наверное, определенный прогресс, который произошел за эти три дня, а, следовательно, это очень большая работа, в том числе и трейлеров, которые не остановились на начальном этапе, но также продолжили свою важную миссию уже здесь, на Хангу. Поэтому я хочу напомнить, что, конечно, и поражение команд, это тоже, наверное, поражение трейлеров, но победа команд — это, естественно, достижение во многом наставниках. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Если, Валерий Ильич, будешь что-то добавлять, я, возможно, отдам в микрофон. У нас будет соотношение примерно как основное выступление и реплика, наверное, по продолжительности и по смыслу. Я на открытии этого конкурса говорил о том, что участники, которые сюда приехали, это очень крутые люди. Вот, тренеры, которые привезли этих участников, это вдвойне крутые люди. Потому что тренер — это человек, который умеет все, что умеет участник, и еще плюс сколько же. То есть он не просто вместо того, чтобы самому выйти и выступить, он умеет научить другого человека выйти и выступить так же или даже лучше. Мне очень хорошо знакомо ощущение, о котором говорила Наталья Михайловна, уважаемая, ощущение тренера, который сидит сзади и ерзает. Ему кажется, что он может сказать лучше, что какие-то нюансы, что все идет не так. На самом деле все идет так. Вы все сделали правильно, ваша команда выступает классно, но эту благодарность мы вручаем вам прежде всего все-таки за вредность, за вредность труда, за тяжесть психологических условий, в которых находятся тренеры. Поэтому спасибо вам за вашу работу, спасибо вам за ваше участие, и приезжайте снова и привозите новых участников, привозите старых участников, и давайте вместе будем расти. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Стоит стремиться побеждать. Хотя, может быть, вам сейчас кажется, что все это не столь важно. В условиях, когда в обществе ощущается дефицит прав, предположим, знания в области прав и переправы знания особенно ценные и важные. И я хотел бы надеяться, что вы нас всех удивите, и вы сможете что-то изменить. Я в этой связи шел, думал, какое мне вспомнить самое убедительное доказательство, подтверждающее все это, что я сказал. Вот так, чтобы это еще было занимательно. Я вспомнил, как я получал диплом. В далеком 1985 году. В конце июня 1985 года я и два моих приятеля, Игорь и Валера, прибыли в один московский кинотеатр, где ЮЗИ, так назывался МГУА, арендовал зал для обучения дипломов. Нам говорили, что вот сейчас в этой торжественной авторовке будут вручать только красный ритм. И поэтому мы не знали, зачем мы сюда мы едем вообще. Ну вот, да. Но он очень строго приказали. Мои друзья были на считающих парочках. Начинали мастер-позагреть. Ну вот, они были очень разные. Игорь был из такой московской тусоски, с швелевой до плеч. Такой, из баров такой мальчик, да. А Валера был из далекого термского поселка, под первые 200 километров еще. Он был пострижен почти под ноль, но немножко уже обратно стало достать. Ну, одеты они были очень по-разному. В общем, тащая пара. Я среди них был самый бесцветный. Ну, как-то так оттенят. Они взяли с собой пиво еще. Ну, они на последние лекции, я тут, на первую курсу, я не брал. На вестибюле нас встретили ребята из группы там. Ну, у них, несмотря на всю эту экзотику, к этой книге давно привыкли, и они пользуются в третьих. Вот. Мы поговорили о перспективах, коротко. Было очень много ребят из милиции. У нас было полгруппы, больше половины группы из милиции. То есть, ребята тут вообще все в форме, и тут Валера. И Игорь в его зелено-оранжевую культу. Ну, это же кожаный. Вот. Мы обсудили, что вот никто в партию у нас наступил. И Валера Кузин стартовал, говорит, Валер, вот ему Валер, в армии надо было еще вступать. Он говорит, ну, вот как-то что-то не сошли звезды, и дальше, я думаю, не заняться. Ну, надо, надо. Сейчас, говорит, даже адвоката заставить Валеру вступать. Игорь, в принципе, да не, не может быть. Нет, адвокатам можно не вступать. В 85-й год придется, сказал Павел Кузин. Вот есть такая информация, что скоро Игорь туда забудет. В общем, вот было ощущение. Конец июня 85-го года. Потом мы оказались в зале, ректор здравомыслах, там, значит, были всякие речи. Вот, значит, мои друзья принялись пить пиво. Они, нет, они не были так шульгарно, у них были соломатые. И они выполнялись. Но вокруг нас были вот девушки, одеты очень нарядные. Значит, были вот ребята в форме, серые, в милиции. А девушки были одними очень нарядные, очень хорошо. И вообще их поведение моих друзей их смущало. Они были впереди, были прямо сзади нас. И они несколько раз делали замечание. Потому что, значит, эти двое были как-то экзонтированы. И они там рассказывали о неметы. Вот. Девушка одна говорила, молодые люди, вы вообще туда пришли? Вы не спутали? Или вы вообще не забыли, где вы находитесь? Они как-то успешно отвечали. Потом стали вручать красный диплом. Вот, там вышла девушка такая, хрупкая, я помню. И Валер рассказал очень громко, что в зале услышали. Лучше иметь красное лицо и синий диплом, чем наоборот. Да. Такая вот в ту пору бытовала. И сами же они не смеялись. Вот. А потом был еще парень полтаски. Я помню его, да. А потом вызвали меня. Да. Это для меня была неожиданность. Ну, значит, я встал. И это был момент торжества. Потому что я видел, насколько были поражены вот те девушки, особенно самая одна, симпатичная, которые были заде нас. Такую степень удивления я потом не встречал в жизни. Я скажу, что я, пожалуй, вот я сейчас шел в другом, я с тех пор ни разу в жизни более сильных женщин не удивлял. Все. 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 Я, конечно, не знаю. Правобусство, правобусство получило у меня диплом. Там я потом вернулся, сохраняя такое брызгливо-равнодушевое рецепт. Тоже момент. А потом жизнь покатилась привычной, в обычной колее. Но через три года началась реформа. Правовая реформа. Которая все-таки изменила нашу жизнь и мою жизнь. Реально изменила. Всего через три года. Еще через три года, что было самое странное, меня там пригласили в конституционную комиссию. Звезды там степились. Да. Ну и так далее. И так далее. И друзья так неплохо устроились. Там у меня вот Игорь, который вознагражден. Ну у него сейчас другая причёска в Совете Федерации. В самом консервативном органе. И говорит, что ничего не плохого. Валера тоже неплохая. Да. В общем, понимаете, может казаться, что роль отдалкатуры ослабла. Да, вы это можете почувствовать. Можете услышать об этом. Роль пенсионного правосудия, которое вы так хорошо изображали, тоже не усилились. Но всё может отмениться. Всё в ваших силах. Я таким образом хочу, чтобы вы нас всех удивили. Чтобы вы поплатили некие наши надежды. Вот этого я желаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень сказано, вот так-то в такой слове очень сложно продолжать. Но я хотел бы выразить своё отношение к этому конкурсу и главным образом к проблематике, которая составила предмет этого конкурса. Во-первых, я, когда ко мне обратились за консультациями относительно составления фабулы, я был приятно удивлён, что вот эта проблематика предлагается для дискуссии. Удивлён, потому что на самом деле проблемы, правовые проблемы коренных народов национальных меньшинств в целом, они на сегодняшний день находятся на периферии. В общем-то, коренные народы слабая сторона, соперничающая с государством, сторона, которая на самом деле в Российской Федерации всегда проигрывает. И вот то, что данная проблематика была предложена для конкурса, это меня порадовало. Порадовало, потому что значительная часть студентов, участвующих в этом конкурсе, возможно, впервые узнала, что есть такие проблемы. Порадовало и тем обстоятельствам, что гипотетически было предположено, что коренные народы дойдут до представителей со своими проблемами, дойдут до конституционного суда. На самом деле, пока за все годы работы конституционного суда данные вопросы, вопросы, связанные с проверкой соответствующих законов или толкованием конституции в контексте проблем народов, не было. Такого еще не было. Поэтому в каком-то смысле мы здесь наблюдали моделирование вот этого возможного процесса. И меня порадовало, что студенты, во-первых, прежде всего со стороны заявителей достаточно грамотно юридически тонко подошли к этой проблематике восстаивания прав коренных малочисленных народов. Хотя мне казалось, что это можно было бы сделать еще более сильнее, опираясь на позицию слабой стороны, что ли, которая есть, кстати, вот такая правовая позиция у пенсионного суда. Это с одной стороны, а с другой стороны мы наблюдали достаточно типичную позицию представителей органов государственной власти, отстаивающих некий особым образом понимаемый публичный государственный интерес. Где слабая сторона и права слабой стороны, ну, недостаточно осознаются, что ли, и нет стремления идти на компромисс, стремления включить представителей коренных народов в процесс обсуждения, в поиск какого-то оптимального варианта, с учетом, что, в общем-то, права этих народов, они недостаточно четко просматриваются в Конституции и нужны усилия для того, чтобы доказать, что такие права все же есть, они вытекают из права на культуру, права на традиционную жизнь, права на самоопределение, права на жизнь и так далее. Но это уже хотелось бы думать, что Конституционный суд, в конце концов, обнаружит такие права коренных малочисленных народов и будет одним из тех институтов, который будет защищать данные права. А правовые позиции, если вернуться к вопросу о том, где же они сюда зашли, поднялись на эту сцену, а правовые позиции пенсионного суда существуют объективно, независимо от того, что мы думаем по этому поводу. Конституционный суд их вырабатывает, конституционный суд их следует, ну а на сегодня еще и федеральный пенсионный закон легитимировал эти правовые позиции как инструмент при осуществлении конституционного правосудования. Поэтому что мы сейчас должны наградить? Наградить. Представители участников команд, которые показали лучшие знания правовых позиций. Кстати, и финалисты демонстрировали эти знания, я не знаю, как путешествующие участники, но было приятно слышать, что участники знают эти правовые позиции и используют в качестве аргумента своих позиций при обсуждении вопросов имя команды, название команды написано на дипломе. В этом заключается интрига. Это что-то вроде разрывания конверта, да? Конечно. награждается команда Российского Государственного Университета Правосудия. Команда состав Брагина Залевского, Захарченко, Сидельниковой, Чуделева, Екимин. Да, да, вот так. Владимир Алексеевич, поднял на самом деле очень важный вопрос, который вообще начался наш дат Я думаю, что можно вручить диплом. Саспенс достиг своего пика. Просто нас не очень печально и перезвешено. Мне кажется, наши коллеги хотели их тайно оставить себе, но не мешок. Это привык нас как к следующей номинации, так и к еще одному очень важному моменту, который мы не упомянули. Автором фабулы представителей МИД этого года является старший юрист Института права и публичной политики Ольга Подоплева. Мне кажется, что это тоже тот человек, которого мы забыли поблагодарить, хотя должны были. Следующая отличная группа из этого, это то, что следующая номинация у нас, это отличное знание из поздней практики Европейского устава правого человека. И благодаря тому делу, которое написала Ольга Германова, без этой практики обойтись в этом году вообще было, как мы видим, невозможно. И есть два очень интересных момента, которые я заметила в этом году. Во-первых, даже если команды не знали, почему это важно, они понимали, что интективность все равно свалилась на нее. А второе, это то, что даже команды, если команда не понимала, какова позиция конституционного сада к этому вопросу, то есть часто мы видели, что на самом деле практика ИСПЧ была даже более знакома некоторым командам, чем практика конституционного сада. Вопросы, связанные с правами полиных и малочисленных народов. И поэтому эта прекрасная номинация у нас есть. И вручать приз будут главный редактор бюллетеня Европейского устава правого человека, Юрий Юрьевич Береснев, профессор университета имени Гумбольта, Александр Ланкин-Агенов. Добрый день, дорогие друзья! Вы знаете, после Лиги Чешевинского, наверное, всех наступающих национальных микрофонов потянет на ностальгии воспоминания, я вот говорил про выпуск 85-го года, я в 85-м году и выступал. И переход вперед в следующее состояние наше правовое связание, я бы это так назвал, оно происходило в мои студенческие годы, и честно вам скажу, тогда себе представить, что в 85-м, что через каких-то 11 лет, ну, сколько у всех этой уроки, через 13 лет ратифицировали Европейскую конвенцию, а через... Вот так вот возьму, так проще будет. А через еще 15-20 лет мы будем с вами проводить такие конкурсы и такие номинации, ну, наверное, не то, что страшно, а даже в добром сне было бы трудно себе представить. Должен вам сказать, что сегодня такая небольшая была ошибка у организаторов наших дорогих. Они меня в программке назвали судьей Европейского суда, но мне это было очень приятно, но чужие лавры не нужны. И лавры Анатолий Иванович Ковлера я почти уже не хотел бы никогда забрать, но я потом подумал. А вы знаете, вот из тех, кто сегодня участвовал, вчера участвовал в конкурсе, может быть, через какое-то время, через сколько-то лет как раз и будет тот самый следующий, через одного судья Европейского суда, который потом будет вручать с этой сцены, как сегодня, наверное, будет Анатолий Иванович вручать, также будет вручать соответствующие награды, потому что я уверен, что такой конкурс – это очень хороший не только этап самоподготовки, но и мотивация к тому, чтобы все-таки тебя не по ошибке записали в суде Европейского суда, а заслужить это в полной мере, как это заслужил Анатолий Иванович Туманов, как Анатолий Иванович Ковлер, как Дмитрий Иванович Дедов. И, наверное, когда-то, может быть, я очень бы на это хотел надеяться, кто-то из вас тоже может оказаться в этом статусе. Ну а сегодня мы награждаем тех, кто проявил себя наиболее знающим эту практику Европейского суда. Это тоже очень знаковая номинация, действительно важная, потому что в этом году мы отмечаем 20 лет ратификации России Европейской конвенции. 25 мая 1998 года она вступила в силу для России, как у нас пишут журналисты, мы подпали под юрисдикцию Европейского суда. И справедливо было сегодня сказано, что на самом деле практику Европейского суда, наверное, некоторые из вас знают уже даже лучше, чем, может быть, практику Конституционного суда, потому что это реально работающий механизм, в котором реально можно защитить свои права, можно получить искомый результат. И хотя процент жалоб, который признается неприявлемым, очень высок, но даже те, которые, относительно немногие, которые доходят до итогового рассмотрения, они очень значимы для нашей правовой системы. Мы все забыли, наверное, уже, и вот мои коллеги, которые сидят здесь вот на первых рядах, мы настолько быстро привыкаем к хорошему, что мы забыли, что сравнительно недавно, всего лишь в начале нулевых годов, у нас введена судебная санкция на арест. Что сравнительно недавно, в нулевых годах, мы все-таки пришли к реформированию системы судебного надзора. Есть целый ряд других историй, которые изменили кардинальным образом нашу правовую систему и в значительной степени под влиянием, не скажу под давлением, под влиянием европейского суда, его практики. И знание ее не менее важно сегодня, чем было вчера, и еще больше будет важно завтра, потому что без вот такого учета правовых позиций, о которых сегодня уже говорили, правовых позиций Страсбурга, наверное, трудно себе представить дальнейшее поступательное, позитивное, правильное развитие нашей правовой системы. Но не буду занимать очень долго вашего внимания. Передам микрофон Александру, он, наверное, так сказать, тоже как ветеран, так сказать, всех процессов, историй, конкурсов и работы с тематикой европейской. Сюда тоже, наверное, захочет сказать несколько слов, а потом мы пригласим, вскроем этот условный конверт и пригласим победителя Александровича. Спасибо большое. Вообще, когда Илья Шаблинский здесь выступил, я думал, может быть, я тоже рассказываю о своих студенческих днях, о своих студенческих поступках. Может быть, даже я вам раскрываю секрет, что я тогда познакомиться тоже с девушками. Но потом я решил, что нас я немец, и мы такие порядочные люди, что это иногда непорядочные вещи, о них я к вам не буду говорить. Я буду говорить тоже о судебной практике и о влиянии европейского суда по правам человека. И, конечно, вы правильно сказали, что это очень важно, знать эту практику. Я сказал бы, конечно, я не в состоянии, так сказать, закрыть глаза на то, что происходит. И что, конечно, есть конфликты между европейским судом и вообще между Россией, но потом конкретно между консервным судом. Вы все знаете, что была введена новая процедура проверки возможностей выполнения решения европейского суда. То есть вы тоже знаете, что там было два дела, и, наверное, будет еще больше дел. Конечно, это не только российская проблема, проблема исполнения. И можно видеть в других странах, в Англии, например. Так что, может быть, я так это выражаю, что мы надеемся, что и в будущем знамя практики европейского суда по правам человека будет таким же важным, как это было и в прошлые годы. И вообще, это как-то любопытно, конечно, было бы хорошо, если судья европейского суда мог, действующий, я, конечно, знаю Анатолия, действующий мог здесь наградить эту премию. Я, конечно, не судья европейского суда, никогда не был. Скоро у нас будет Англия Ганусперт, значит, вице-президент и судья европейского суда. Ну, я могу раскрыть, и сейчас я вам скажу тайны, тоже связанные с женщинами или с женщиной, но не такие, не такие. Так что, чтобы никакой надежды у вас не было, что это будут такие тайны. Англия Ганусперт является или была моей аспиранткой. Она у меня защитила кандидатскую результаты, так что есть, так сказать, некая связь через меня с европейским суда по правам человека. Спасибо. Так что я сейчас вручаю там команде премию, значит, выиграла команду Уральского государственного юридического университета. Может быть, в сомнилии участников зачитает господин Велестович, потому что мне всегда очень сложно читать почерк. Да, здесь просто прописными руками написано Алыбова, Кремун, Назарькова, Пахарукова, Сметанина и Сухарукова. Поздравляю вас. Ну, молодцы. Я так понимаю, у нас, подождите, 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 кроме диплома, у нас для вас есть еще, я так понимаю, подарки, призы. Я хотела забрать у вас микрофон, чтобы вы ушли. Вот, изгнаю. Конечно, умение говорить «нет, это искусство». С самого начала разработки идеи этого конкурса и впоследствии претворения этой идеи в жизнь организаторами двигала идея сравнительного метода, метода сравнительного госпитализма. Поэтому команды поощрялись и поощряются по-прежнему в том смысле, что от них требуется использование сравнительно-правового метода при разработке их позиций, при написании письменных документов. И отдельно оценивается именно вопрос использования сравнительно-правового метода, насколько хорошо команда его использует. Поэтому весьма логично, что награду по такой номинации будут вручать Татьяна Андреевна Васильева, заведующая сектором Института государства права Российской Академии Наук. И профессор Рената Уиттс, профессор Центрального Европейского Университета. Мы просим их подняться на сцену. Я бы хотел отметить, что недавно в издательство Oxford University Press вышла книга бывшего вице-президента Европейского государства права человека и профессора Центрального Европейского Университета Андраша Шайо и профессора университета Рената Уиттс, который называется The Constitutional Freedom and Introduction to Legal Constitutionalism, которая будет переведена на русский язык Институтом права и публичной политики. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые участники и коллеги. Для меня это большая честная годность здесь сегодня среди многих друзей. Многие из нас встретились 10 лет назад в научном проекте под экспертным руководством Ольги Варисовны. Я хотела бы поздравить всех участников конкурса. Ваши усилия и энтузиазм сделали этот конкурс интересным и успешным. Вам пришлось работать с достаточно сложной фабулой дела, но вы все справились на отлично. Мои празднования команды победителей в этой номинации. Я очень надеюсь, что в будущем вы продолжите использовать сравнительный метод своей учебной, научной и практической деятельности. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, мне ужасно не повезло. Я судила финал. Поэтому я не видела всей русской тех прекрасных прецедентов, которые возучивали в полуфинале, в четвертьфинале. Но мне мои коллеги говорили, что когда они судили, их просто удивило, как много интересных прецедентов вы нашли. Это, конечно, был канадский опыт, это, конечно, был латиноамериканский опыт, но там была еще Италия, и там были даже объединенные Арабские Эмираты, которых тоже как-то привели к нашим коренным малочистым народам. Я считаю, что у вас прекрасные способности, у вас уже прекрасные навыки, которые в своей будущей профессии вы будете прекрасно использовать. Особенно, если будет так, как сказали, что вы будете работать в наших государственных органах государственной власти Российской Федерации. Вам это очень пригодится. А сейчас наш победитель. Я думаю, надо по почву все-таки прочесть. Победитель – это Нижненовгородская филиаль Мацианова из Лидовского университета. Высшая школа экономики. Насколько мы знаем, команда «Нет, мы есть тренер». Одной из характеристик, на людей которых направлены следующие номинации, это краткость и умение держать мысли очень к месту и прям. Поэтому, не вдаваясь какие-то подробности, я скажу, что следующая номинация – это за лучшее юридическое письмо. И вручать ее будут директоры института адвокатуры Муяевна Никутафина Светлана Игоревна Володина и управляющий партнер юридической компании «Каменского партнера» Татьяна Алексеевна Каменская. Дорогие участники, конечно, мы всех поздравляем, но поскольку у нас такая номинация, мы должны продемонстрировать и свое умение так выступать. Поэтому, обращаясь к вам, говорю – или молчите, или говорите то, что ценнее этого. Дорогие студенты, дорогие участники, я хотела бы сказать, наверное, несколько слов о том, что значит в нашей жизни письмо и изложение того, что вы думаете. Ну, прежде всего, человека судуют по тому, как он говорит, по тому, как он молчит, по тому, как он выступает и, конечно же, по тому, как он пишет. И в наши дни это очень легко, по-моему, собственно говоря, оценить и взвесить, несмотря на то, что юридическое письмо, как таковое, безусловно, не умрет никогда, но сам по себе факт письма, он действительно отходит немножко в прошлое. Но у нас появляются мессенджеры, и вот по ним очень легко распознать уровень культуры, образования, эрудированности или эрудиции и группазора человека. И я, когда наши молодые сотрудники или молодые студенты, у которых я тоже преподаю, общаюсь с ними, я очень часто прошу, чтобы мне писали. Это одна из ярчайших характеристик того, как человек умеет даже в сообщениях кратко себя показать. Кратко и емко. Поэтому, собственно, если позволите, наверное, это не очень корректно, и с моей стороны будет, но я, тем не менее, хотела бы вам несколько рекомендаций о том, каким должно быть письмо. Пишите кратко и емко. Пишите только то, один раз, одну мысль. Пишите так, чтобы... Излагайте свой материал так, чтобы запомниться. Пишите так, чтобы хотелось взглянуть на ваш документ или на ваш текст. Для этого необходимо, конечно же, глубоко знать то, о чем вы пишете. Ну и, безусловно, пишите так, чтобы вас хотелось читать. А для этого нужно быть не только юридически образованным, но и в целом быть человеком с гражданской позицией и образованным по нескольким сферам деятельности, то, чем вы будете заниматься. Я вам желаю успеха, желаю, чтобы вас по жизни была ваша звезда. Ну и... Команды юридического института Балтийского федерального университета и юридического фанта. Итак, вручен диплом и подарки за номинацию «Лучшее юридическое письмо». Данный конкурс имеет две стадии – письменную и устную, поэтому логично, что после вручения наград в номинации за лучшее письмо идет номинация за лучшее устное выступление. Хотелось бы отметить, что данная номинация вручается по результатам суммы набранных баллов в выступлениях команд. И для вручения награды за устное, лучшее устное выступление мы хотели бы попросить подняться на сцену Генри Марковича Резника, вице-президента Федеральной палаты адвокатов России, и Срофью Прохорова, победителя в этой номинации в рамках второго конкурса. А в настоящее время она поможет Елене Анатольевне Борисенко, которая ежегодно от имени Петербургского международного юридического конкурса вручает эту награду. Есть преемственность в конкурсе, это приятно. Я подарил себе желание удариться, вспоминая секс-студенческих годов. Спасибо. Не только потому, что это было очень давно, не все я помню, в одном разочаровывал-то в чему. Вообще не хотел быть юристом. Примерно до 31-го года у меня в глазах был только один предмет, это волейбольный мяч. Я играл близко к первой сборной команды Советского Союза, второй сборной, мастер спорта. Помяну я так вот, почему вы поняли, даже из тех, кто не хочет быть юристом, в итоге может получиться что-то пугное. Ну, что вам сказать. Вообще нас пугает страшно сейчас футурологи о том, что человек все больше и больше вытесняется из тех областей, в которых, казалось бы, вряд ли его может повзаменить и пугает сейчас и область юриспруденции. Вот вы знаете, Герман Греб заявил, что 450 юристов, оказывается, уволили роботы. Страшно подумать, вообще, что произойдет. Все-таки хочется надеяться, что правосудие – это дело человеческое. Поэтому важно, конечно, очень хорошо писать. Это важно во всех областях правосудия. Понятно, что в кондиционном правосудии отыграет очень большую роль. Большую роль отыграет, конечно, в армитражных процессах. Но и там, конечно, нужно хорошо выступать. А что касается любимого криминального жанра, уголовного процесса, но я могу сказать, что по резонансным делам, если не владеете ораторским мастерством, представьте себе. Там дело можно просто продать. Исходя из этого, как мастер разговорного жанра, мне очень приятно наградить тот, кто у нас победителем объявлен. Но приятнее, конечно, буду услышать эту фамилию, из уст приветствовать женщину. Вы бы хотели пригласить сюда Чепелева Владислава Александровича Владислава Александровича представляет команду Российского государственного университета правосудия. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы хотите что-то сказать? Я хочу удивиться перед вами, что не осталось сегодня уходом в университет. Вы знаете, я об этом забыл просто-напросто, не надо было. Хорошо, разберёмся. И мы, правда, переходим к двум последним, но не менее важным номинациям за получивший профессиональный документ. И, опять же, мне кажется, уже несколько раз было сказано, насколько важна роль органов государственной власти, в том числе в Конституционном правосудии и вообще в нашей жизни. И поэтому мы не должны быть её стороной. И сейчас на сцену поднимутся Юрий Сергеевич Пилипенко, президент Федеральной Уклады Адвокатов России, и Дмитрий Иванович Степанов, партнёр адвокатского бюро, Егоров Кагитиков и Настев-Партнёры, чтобы вручить награду в номинации за лучший профессиональный документ. Отзыв органов государственной власти. Чтобы они становились лучше и больше. Смешно, конечно, да, есть некий троллинг, когда адвокаты вручают отзыв, приз за лучший отзыв государственного органа. Но отыгрывая как бы вот пассаж, который Генри Баркевич только послал в ваши ряды, что судоговорение – это очень важно. Ну, естественно, когда лучше оратор так говорит, что ещё он может сказать. Но всё-таки, поскольку мы сегодня вручаем призы молодым юристам, будущим судейским юристам, мне кажется, что важно помнить, что юрист, особенно судейский юрист – это, знаете, такой артист разговорного жанра. И при том, что этот артист выходит заготовленными какими-то шутками, фразами, в нашем случае правовыми позициями, конечно же, очень важно – это подготовительная работа. И процессуальный документ, который вы готовите, это уж не знаю сколько там, 70-80% успеха – это основная часть вашего успеха. Более того, в своей профессиональной жизни вы сделаете для себя открытие. Открытие будет заключаться в том, что большая часть любого судебного процесса – это процесс письменный. Гражданский процесс – письменный, уголовный, если несут присяжные, как было сказано, резонансные дела. Массивный – письменный, конституционный процесс – тоже письменный, в основе своей. И только как бы вишенка на торте выступает и крашивает ваше судоговорение. Поэтому от того, как хорошо вы составили документ, в общем, наверное, зависит ваш успех. Ну и я передаю слово Юрию Сергеевичу. Да, я вам диплом передаю. Таким шрифтом написано, что мои глаза уже не справятся. Добрый день, уважаемые друзья! Очень приятно стоять на этой сцене, тем более по такому поводу. Вы, наверное, уже заметили, мы сидим второй час, и ваш конкурс превратился в конкурс тех людей, которые выходят на сцену поздравлять вас и вручать, потому что здесь уже мы прошлись по волнам памяти и так далее и тому подобное. Но я тоже не могу остаться в стороне, прошу прощения, буквально два слова. Хотя, конечно же, мне хотелось стать чемпионом по краткости. Но я побежу уже здесь с тех коллег, которые были передо мной. Очень приятно быть в этой аудитории, которая все еще верит в то, что есть конституционное правосудие, в людей с незабудненным сознанием. Ну, я вам должен сказать, что я тоже верю в то, что есть конституционное правосудие. И я должен сказать, что доказательства наличия конституционного правосудия не только ваша вера. Есть и другие доказательства, более серьезные, но они не такие яркие. И еще, уважаемые друзья и коллеги, по поводу той номинации, ради которой мы здесь с Дмитрием появились на сцене. Конечно же, позиция государственных органов – это такая очень интересная штучка. И я очень надеюсь, что победители в этой номинации не пользовались обыкновениями, которыми обычно государственные органы пользуются, выражая свою позицию. Обычно это два-три слова не положено. Но я верю в то, что ваша позиция действительно была более обоснованной, красивой, юридически выверенной. И дай вам Бог здоровья и удачи в этой жизни. Спасибо вам, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, дипломом награждается… Дипломом за лучший профессиональный документ представителей органов государственной власти награждается команда юридического института Балтийского федерального университета. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пока поднимаются, могу сказать, что я вчера организаторам сказал, что мне кажется, у вас правила неправильные. Если победители, которых я сужу, не пройдут в финал, плохи у вас правила. В итоге я увидел, что все три команды, которых я судил, все они оказались в финале. И тот профессиональный документ, который мне понравился больше всего, тоже получает этот документ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дмитрий Иванович, так это значит… Это оборотная сторона той же самой медали. Лучший профессиональный документ. И в данной номинации получается, вручается диплом той команде, которая написала лучшую жалобу в Конституционный суд Российской Федерации. И для вручения награды в этой номинации мы приглашаем на сцену Анатолия Леонидовича Кононова, судью Конституционного суда России в отставке, и Александра Сергеевича Лермоленко, партнера юридической фирмы ФБК «Право». АПЛОДИСМЕНТЫ Много я говорить не буду, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые здесь были заявлены, ко всем советам, которые были вам даны, и ко всем воспоминаниям, которые вы сказали. Поэтому я искренне поздравляю победителей. В диплом... Я не знаю. Награждается команда Московского государственного университета имени Автомоглосов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Сергеевич, ну можно сказать пару слов? Ну, давайте я вот так прочитаю фамилию, а потом скажу пару слов для прощания. А, значит, команда составила Гуляева, К.С. Дронова, К.С. Сандулова, Карачун, Каратулевича, Дрожкина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрите, команда, не убегайте, пока. Не убегайте, не убегайте. Ну, я, честно говоря, хотел сказать пару слов, знаете, не про женщину, если можно, я, вот, у меня была одна мысль на протяжении этих двух дней, как будто не совсем юмор, вот, конечно, нет у нас в стране этой ситуации, вот, в том смысле, как мы бы хотели, я не верю, как Гулян, конечно, как образ жизни, да, и то, что такое количество молодых людей, включая нас, мы так увлечённо играем в это, это какой-то сдержанный оптимизм, вот, для меня вызывает, и я бы, честно говоря, хотел, чтобы это продолжалось, и, ну, и сам бы по возможности для всех, не только в «Адровом» команде, чтобы продолжать, поэтому я надеюсь, что, если мы это будем делать, то всё будет хорошо и будет налажено. Сейчас мы бы хотели идти к завершающей, наверное, самой болезненной части конкурса, и начать с того, что мы вызываем сюда в полном составе, в полном составе две команды полуфиналиста, это Балтийский федеральный университет имени Канта и Российский государственный университет имени правосудия. 2-1. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, хорошая команда уже. АПЛОДИСМЕНТЫ Для вручения даже памятных плашек, и это сделают Ольга Борисовна Сидорович, как мы все знаем, директор листики права и публичной политики, и Александр Досье Сталь, представитель посольства Канады Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы напомним, что на сцене сейчас находятся команды, которые состязались... Это не третье, четвертое место. Это просто те команды, которые состязались в полуфинале, но по каким-то причинам не смогли выйти в финал. Дорогие друзья, как полуфиналисты вы достигли практически пиковой позиции в конституционном правосудии. И я могу вам пожелать только продолжать усилия, работать над судебной практикой и совершенствовать свое юридическое письмо и ораторское искусство. Я желаю вам того, чтобы ваши усилия в дальнейшем вы могли передавать и следующим поколениям. Сейчас я хотела бы передать микрофон представителю одного из спонсорских организаций, это посольство Канады. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Я только хотел бы сказать, что для меня большая часть находится здесь сегодня. Я очень рад присутствовать сегодня на церемонии 37-го конкурса по конституционному правосудию. Конституционное право является основой любой демокрации. Мы очень надеемся тем, что смогу поддержать это ваше мероприятие во второй раз. Если позволите, я переключу на английский. Мне очень важно отметить, что тема соревнования этого года является очень важной для Канады. Это потому, что защита и восстановление нарушенных прав коренных народов, проживающих в Канаде, является долгоиграющей проблемой в нашей стране. Индичные народы и этнические минорады часто страдают от injustices, whether it be historical injustices or injustices that continue to this day. Представители коренных народов или национальных меньшинств до сих пор страдают от нарушения их прав и от несправедливости. И это происходит до сих пор в нашем мире. Конечно, многие ответственны за восстановление правосудия. Но особая роль есть у юристов за то, чтобы бороться за защиту прав этих людей и продолжать это по рекламу протяжении долгого времени. Таким образом, это очень важно для меня быть здесь сегодня, чтобы поделать все мои поздравления, чтобы поблагодарить организаторов, что организовывают такие важные события, чтобы поблагодарить их на 25-е годы в Институте, и, наконец, поблагодарить всех представителей, и, в частности, тех, кто получил праздник сегодня. Сейчас будет пересказ. Поэтому для меня особенно важно поздравить участников, поздравить участников этого конкурса, поздравить с проведением этого конкурса, поздравить Институт с его юбилеем и вручить обрадование. Мы остановились буквально в одном шаге от того, чтобы раскрыть вам главную тайну сегодняшнего дня, кто же стал победителем. Прежде чем это сделать, впрочем, мы хотели бы пригласить две команды финалистов на сцену. Это команда Уральского государственного юридического университета, которая выступала в качестве представителя государства, и Московский государственный университет имени Ломоносова, которые выступали в качестве представителей заявителя. Выступайте эти команды в овации. Буквально через несколько минут этим командам будут вручены награды. Но прежде мы попросили бы выйти на сцену Владимира Алексеевича Пешкова, который выразил намерение командам подарить свои книги командным финалистам, которые как раз посвящены проблематике конкурса. Это поможет вам еще позднее узнать, кто же победил в этом году. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Будет правильно, если я подарю свою книгу представителям каждой из команд. Книга была написана в 2010 году, но, поверьте, к счастью или напротив, она не утратила своей актуальности. И, конечно, положение коренных малочисленных народов не улучшается, а с точки зрения развития права оно становится даже, я бы так сказал, похуже, чем это было в шестующие годы. Я бы хотел вручить, конечно, эти книги своим книгам всем участникам этого конкурса в знак благодарности по отношению к тому, что они затронули эту проблематику, они узнали какие-то для себя интересные стороны статуса коренных народов. И я очень надеюсь, что это не будет каким-то эпизодом в вашей жизни. Я надеюсь, что для кого-то эта проблематика заинтересует. Кто-то будет, может быть, писать научные работы, кто-то, может быть, возьмет на себя миссию защиты прав коренных малочисленных народов в судах Российской Федерации и не только. И очень надеюсь, что моя книга поможет вам еще глубже проникнуть в эту проблематику. Но поскольку у меня не так много экземпляров в этой книге, я позволил себе подарить двух участникам, двум командам. Так получилось, что они для меня в значительной мере близкие. В Свердловском юридическом институте я в свое время проработал 15 лет, и поэтому эта команда мне была интересна в этом смысле. Сейчас я работаю и в Московском государственном институте, поэтому я молел и за них. Поэтому я поступил таким образом. Мне понравилось выступление с другой стороны, и я получаю спутник Рошкина Ани. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. А теперь для вручения главного приза, а также для вручения памятных знаков финалистам на сцену мы приглашаем Тамару Георгиевну Морщикову, судебнистационного суда России в отставке, и Анатолий Иванович Коблина, судьбе европейского суда Франчеловека в отставке. Уважаемый коллеги, действительно наступил самый волнительный момент. Дело в том, что ни я, ни Тамара Георгиевна еще не знаем победителя. Потому что я не хочу открывать тайну совещательной комнаты, но у меня они были разные, и голосование было тайным. Поэтому мы заинтригованы, та же, как и вы. Тамара Георгиевна уже знает, я еще пока нет. Но в любом случае я хочу сказать, что нет проигравших. Вот сегодня удивительный конкурс, может, то, что семерка, седьмой конкурс, но нет проигравших. Есть победители конкурса, и есть, как бы, человек, который дышал в затылок и, ну, не добрал там несколько баллов. В любом случае, я поздравляю обе команды, и хотелось бы надеяться, чтобы мы вас видели среди победителей, финалистов, полуфиналистов их в следующем году. Тамара Георгиевна, все теперь от вас зависит. Нет, уже ничего от меня не зависит, и это радует, потому что результат кажется объективным, гораздо более объективным, чем когда ты думаешь про себя, что надо так. Объективный результат, фиксированный диплом победителя конкурса, награждается команда в качестве победителя этого конкурса, уральского государственного юридического и университета. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, несколько слов скажешь? Да, может я скажу очень коротко, а потом мы ему дадим слово. И это хороший пример. Оказывается, это наши почти постоянные победители. Это тоже радует. Вспоминается короткое слово из очень умной книжки из «Экзиаста» «Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться». Я вам этого желаю. И я тоже, как профессор кафедры Конституционного права Московского государственного университета, поздравляю сегодняшнего победителя и желаю вам дальнейших успехов. И успехов в знаменитой уральской правой школе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы хотели бы подчеркнуть, что не только победители получают памятные знаки, но и финалисты, все финалисты. Включая их и тех, кто дышал в спину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это очень волнительный момент. Но вот в первую очередь хотелось бы мне сказать то, что модельные судебные процессы все-таки это новый уровень, это показатель того, как развивается, так скажем, преподавание юридических дисциплин в Российской Федерации. И это отличный показатель того, что, например, в этом году, в этом конкурсе участвовали гораздо большее количество команд, чем раньше, и то, что организаторам удалось разрешить участвовать в очных раундах 16 командам, это тоже отличный показатель. И я считаю, и я думаю, что это мнение не только мое, а мнение всех участников этого конкурса, что такие мероприятия должны проводиться, и у студентов и юристов все-таки должна быть возможность развиваться и стремиться к лучшему. Спасибо большое. Я думал, кто дарит жюри. Так, пожалуйста. На самом деле мы и командой, и нашим тренером благодарим организаторов данного конкурса, потому что ребята из разных уголков нашей страны, нашей Родины, которые, возможно, никогда не сталкивались с конкретными проблемами коренных малочисленных народов и ликвиационного судопроизводства, получили возможность поучаствовать в практически аналогичных судебных процессах, испытать на себе те тяготы и решения подготовки, те моменты, которые, моменты радости, моменты огорчения, и мы благодарим всех участников, мы благодарим всех организаторов, всех судей данного конкурса, и выражаем огромную признательность за то, что этот конкурс существует. Естественно, мы благодарим судей финального раунда и наших оппонентов. Спасибо. Если вы думаете, что нам нечем больше сказать, это не так, мы бы хотели предупредить всех, что сейчас, мы бы очень хотели попросить всех перейти в фейк-инференц-зал для общей фотографии, а после этого будет праздничный куршет в аудитории 219А. Такое тоже желательно быть и получить удовольствие от этого. Большое спасибо всем за участие и праздник продолжается. Спасибо. 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 Спасибо.